Всех приветствую, мои дорогие! В этом видео хочу постараться выполнить запрос, показать все свои тени. И теней у меня много, поэтому думаю, что видео будет в нескольких частях. И хочу сказать, что я не буду показывать сводчи абсолютно на все тени, потому что это займет очень-очень много времени. И я, наверное, не буду говорить свое мнение обо всех тенях, потому что это именно видео о моей коллекции. И просто хочу вам показать все, что у меня есть. И хочу сказать, что тени у меня хранятся в контейнерах. Я сейчас все эти контейнеры достала и поставила на стол, за которым я снимаю видео. Я пыталась заснять, где и как именно в комнате они у меня хранятся, но, к сожалению, там плохое освещение, поэтому у меня ничего не получилось. Ну, давайте сейчас покажу. Тени у меня хранятся в контейнерах. Вот так я вам сейчас покажу. И давайте сейчас более подробно расскажу. Самый большой у меня вот такой контейнер. Здесь хранятся в основном палетки от Makeup Revolution и от Sleek. Давайте вот так сейчас покажу. Я, конечно, потом, когда мы будем как бы разбирать каждый контейнер, буду показывать еще все, что у меня в каждом контейнере хранится. Сейчас как бы пытаюсь в целом показать. Давайте я привстану. Значит, вот этот большой контейнер. Отдельно у меня лежит большая палетка от Makeup Revolution на 144 оттенка и две коробочки с косметическими наборами от Pupa. Они у меня на контейнерах лежат. Также у меня два вот таких как бы открытых контейнера. Я их сейчас тоже более подробно покажу. И три вот таких контейнера из FixPrice, в которых тоже у меня лежат тени. И у меня контейнеры стоят. Как бы большой контейнер стоит на подставке. Стоят рядом три вот этих контейнера, тоже на подставке. И на них уже лежит вот эта большая палетка с тенями, коробочки с наборами от Pupa и два вот таких открытых контейнера. Давайте я сейчас камеру поставлю. Вот так я вам сейчас покажу. И буду показывать более подробно. Я, если честно, уже далеко не первый раз пытаюсь снять видео. Поэтому, если я буду как-то запинаться, заикаться, говорить сумбурно или что-то по 20 раз повторять, пожалуйста, не обращайте внимания. Я уже не первый раз, как я сказала, пытаюсь снять видео. У меня не получается. Но мне все-таки очень хочется выполнить запрос. И я очень стараюсь, скажем так. Так, давайте я сейчас на время большой контейнер уберу с палеточками. И буду вам показывать, что у меня в открытых контейнерах. Сейчас я вот так подвину. И мы с вами приступим. В этом контейнере у меня хранятся тени, которые я хотела бы доиспользовать. Потому что здесь у меня либо тени, которые уже так хорошо, скажем, использованы. Там их осталось не так много и не хочется хранить лишнее. Хочется их доиспользовать уже и убрать коробочки все. Либо здесь хранятся тени старенькие, у которых не очень такой презентабельный вид. Поэтому я их даже обычно не показываю в косметичках на неделю. Но я ими все равно периодически пользуюсь. Ну, давайте приступим к разбору этого контейнера. И начнем мы с палетки, которая, я думаю, всем уже надоела в косметичках на неделю. Это у нас палетка от Essence. Вот в таком номере. И хочу сказать, основываясь на собственном опыте, что если тенями действительно пользоваться, я, например, каждый день практически пользуюсь, то тени реально полностью использовать. Ну, или почти полностью. Ну, естественно, не прям за короткое время. У меня этой палетке, по-моему, ну, наверное, около двух лет. И, как вы видите, я смогла ее практически полностью использовать. Вот здесь еще осталось два оттеночка, которые мне тоже бы хотелось доиспользовать. Плохо они уже на палец набираются. Они не сильно пигментированы. И я их в несколько слоев наношу. Когда их в несколько слоев наносишь, получается действительно очень такой красивый, насыщенный оттенок. Так, сейчас я буду... Я уже приготовила и воду мицеллярную, и влажные салфетки, и фатные диски. И буду как бы еще отвлекаться. Дальше у меня двое кремовых теней. Это у нас тени от Essence номер 03 и 01. Красивые тени. Главное не переборщить с ними. Но так как они кремовые и храниться очень долго они не могут, то я их положила в этот контейнер, чтобы они как бы были на виду. И чтобы я про них не забывала. Вот такие вот красивые оттеночки. Дальше у меня здесь есть вот такая палетка. К сожалению, ни номера, ни названия не сохранилось. Были они на пакетике приклеены, которые я уже выкинула. Но я никому не могу посоветовать эту палетку. Сначала она вообще с трудом открывалась, потом стала открываться хорошо. И потом в итоге крышечка отвалилась. Но тут дело не в упаковке, а в том, что тени очень по качеству плохие. Они слабо пигментированные. Они, знаете, как-то плешивят, как-то плохо набираются. И на кисти, и на аппликатор. Вот на пальцах еще так вроде смотрятся неплохо. Но на веко их сложно хорошо перенести. Также они осыпаются. И, наверное, можно давно бы уже было избавиться от этой палетки. Но моя какая-то, не знаю, такая, наверное, странность, что я стараюсь все свои косметические средства полностью использовать. Как-то, знаете, не поднимается у меня рука выкинуть. Тут даже дело не в потраченных деньгах. Стоила она недорого. И такие, видите, как меловые тени. Ну, в общем, по качеству ужасные. Вот они сейчас даже у меня на стол сыпятся. Конечно, я периодически пытаюсь что-то с ними сделать, как-то использовать в макияже. И буду и дальше стараться использовать. Но, как я уже сказала, посоветовать никому я их не могу. Так, сейчас я сотру. С вотча. Дальше покажу вам палетку от Avon. Я думаю, все эту палетку знают. По-моему, Mokalate называется. Старенькая палетка. Но, знаете, у меня к ней в последнее время прям рука тянется. Оттеночек для бровей использую. И здесь только вот светлый оттенок, как мне показалось, слабо пигментирован. И почему-то именно он у меня замыливается. Вот с остальными оттеночками такой проблемы нет. Тени хорошие. Так, сейчас я резиночку отодвину. Ну, тоже они старенькие, поэтому мне хочется их использовать. Мне их в свое время сестренка отдала. И вот сейчас с удовольствием ими пользуюсь. Так, давайте сейчас, наверное, эти тени буду пока временно в другую коробочку складывать. Надо было, наверное, сначала все из контейнера достать. А потом уже как бы в контейнер складывать. Ну, я решила, ладно, как получится уже видео, так получится. Потому что действительно хочется выполнить запрос. И если я, может, вас какая-то палетка заинтересует, а я не покажу сводчи, то вы просто можете мне написать, и я постараюсь в каком-нибудь из видео показать. Дальше идет палетка от Essence. Вот так он выглядит. Конечно, лучше бы они сделали вот самый большой рефильчик, какой-нибудь более ходовой оттенок. А вот этот такой оттеночек не на каждый день можно было в какой-нибудь рефильчик поменьше положить. Ну, вообще, конечно, оттенки интересные. Единственное, что они тоже такие, как вот цепучие. Ну, с ними тоже можно сделать вполне себе интересные макияжи. Дальше у меня лежит палетка, которую я сама сделала. Мне приходили за заказ в подарок рефила теней. Их было не очень удобно постоянно вот из таких, как пластиковых упаковочек доставать. Поэтому я их сюда поместила. Ну, вот видите, они у меня отклеились. Они у меня на двухстороннем скотче здесь. Сейчас я их подклеивать, конечно, не буду. Может, и лучше я вам постараюсь сказать, какие здесь есть оттенки. Так, нет, вот это не подскажу, потому что осталось название на, наверное, такой пластиковой упаковочке. Сам оттеночек очень красивый. Если я не путаю это, у меня здесь все тени от Essence. Вот так выглядит. Я потом все сложу, уберу. Дальше у нас тоже от Essence идет номер 70. Это не пугайтесь, это здесь двухсторонний скотч. Такой красивый-красивый оттенок. У меня он с осенью ассоциируется. Пользуюсь я им, конечно же, не каждый день, а по настроению. Так, дальше у нас идет номер 78. Так, сейчас я вытру пальцы. Такой оттеночек. Следующий оттенок тоже от Essence серия Velvet в номере 07. Так называется. Красивый очень оттеночек. Вот так выглядит. И последний рефильчик так хорошо там прилеплен, поэтому я не смогу вам сейчас номер сказать, не буду я его оттирать. Ну, это уже рефил давно ко мне в подарок приходил, поэтому я не знаю, сейчас есть такие или нет. Вот так выглядит. Так, сейчас я все сложу сюда. Я их потом прилеплю. Просто сейчас, чтобы время не тратить лишнее. И давайте буду дальше показывать. Дальше у меня здесь еще палетка от Пупа, которая очень мне нравится и по оттенкам, и по качеству. Просто тоже там уже некоторые рефилы использованы. И у меня очень часто к этой палетке тянется рука. И я считаю, что пока рука тянется, надо использовать. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу ее. Так, здесь иногда вот эти блесточки с упаковки осыпаются. Давайте я, наверное, сначала сводчи сотру. Что в тенях хорошо, даже если их очень много, это то, что они имеют свойство заканчиваться, если ими пользоваться. Просто многие переживают, что у меня очень много теней. Я хочу сказать, не переживайте. Даже если не все, какие-то тени, калетки вполне себе могут закончиться. Вот такие здесь. Здесь вот были блески для купания, у меня закончились. Вот, как вы видите, уже дырочки в некоторых есть оттенках. Вот это румяна, но я ими тоже как тенями в основном пользуюсь. Такой вот оттенок. Ну, я из этой палетки уже неоднократно показывала оттенки, поэтому, наверное, не буду сейчас тратить время, делать сводчи. А покажу дальше, что у меня здесь еще есть. Еще у меня здесь есть вот такой наборчик от Vivienne Sabo. Я хочу сказать, что здесь у меня все старые тени, но старые, которые я сама покупала, то они у меня покупались в 2015 году. То есть, ну, не прям старые. Старые это я имею в виду, что другие тени у меня более новые, скажем так. Вот такой набор от Vivienne Sabo. Здесь помимо теней еще была тушь и карандаш. Карандаш я тогда сразу отдала сестренке. Тушью я пользовалась. И давайте покажу. Здесь у нас с одной стороны зеркало. Написано, как можно сделать макияж. И вот такие оттенки. Я не часто пользуюсь. Одно время часто пользовалась. Но сейчас я не часто такие оттенки, даже можно сказать, редко использую. Поэтому у меня эта палетка в косметичках на неделю не появляется. Но бывает, знаете, выходные или даже среди недели вот какой-нибудь оттеночек использую. Я бы не сказала, что они прям хорошие по качеству. Они, знаете, такие рыхлые какие-то, меловые, осыпаются. Но макияж с ними, как, в принципе, наверное, с любыми тенями сделать можно. Вот этот светлый оттеночек, он слабо пигментирован. Вот так все это выглядит. И сама такая вот, сам набор так красиво оформлен. Это для блондинок, по-моему, а был тогда еще, если я не ошибаюсь, для брюнеток. Ну, могу ошибаться. Покупала я его, по-моему, в Литуаль. Дальше у меня здесь еще три палеточки от Essence. Это из лимитированной серии October Fest. Два набора у меня одинаковых. И они оба начатых. Не спрашивайте меня, как так получилось. Ну, вот так получилось. Здесь вот мини-блески были, которые я тоже использую. И по два оттеночка. Так, сейчас я вытру руку. Тоже сюда положила, потому что забываю про них. Оттенки неплохие. По цвету тоже тени такие рыхлые, конечно, осыпаются. Но оттенки красивые, но я про них забываю. Второй не буду делать, сводичь, просто покажу. Они одинаковые. И следующий из этой же серии палеточка, вернее, набор. Вот такой тоже здесь мини-блеск был. И вот такие здесь оттеночки. Специально тоже их в этот контейнер поставила, чтобы не забывать про них. Вот такие красивые оттенки. Вот так выглядят. Следующее, что у меня тут стоит, это палетка от Ruby Rose. Это была одна из первых моих палеток с разными оттенками. Тоже ей уже года два, не больше. Здесь вот такие оттеночки. Тоже такие тени рыхловатые, но тоже можно сделать макияж разнообразный. Вот так выглядит. Не буду делать сводчи, я часто эту палетку показываю в косметичках на неделю. Дальше у меня идет палетка, которую я заказывала как палетку от Sleek. Но мне показалось, что по качеству это не Sleek. Я об этом написала в интернет-магазин. И мне за эти палетки вернули деньги. Ну, естественно, палетки остались у меня. Если честно, я так тогда немножко, конечно, подрастроилась. По идее, если от Sleek, то это вот так называется должна эта палетка. Но что упаковка, что само качество теней наводит меня на мысль, что это не Sleek. Ну, оттенки здесь красивые, но тени, конечно же, ужасно-ужасно сыпучи. Эти тени продавались как наборы для визажистов. То есть они, по идее, такие же, как и наборы для визажистов, но они как бы идут без коробочки. Я имею в виду не без пластикового верха, а без коробочек картонных, в которых еще идут обычно палетки. Ну, вот эти мне почему-то пришли даже вот без крышки с зеркалом, без аппликаторов. Ну, это тоже все не самое страшное. Ну, вот, я не думаю, что Sleek вот такой, вот так сыпаться может, вот такое качество. Такие. Ну, можно, конечно, ими пользоваться. И буду я ими пользоваться, раз уже у меня есть. Ну, конечно, вот качество не очень. Даже далеко не очень. Такие оттеночки. Так, следующее, что я вам покажу. Так, осталось здесь две палеточки. Сейчас я сотру сводчи и покажу, что здесь осталось. И, наверное, видео, это будет первая часть у меня будет только об этом контейнере. Потому что у меня камера снимает определенное время, потом вырубается. Так, остались у меня здесь две палетки от L'Etoile. Давайте начнем вот с такой палетки. Эта палетка была у меня, наверное, второй. Вот, с несколькими оттенками. Вот, первую я от Ruby Rose купила, это вторую я купила. Мне вот и хотелось именно такую палетку, в которой все есть. И палетку эту я покупала в 2015 году, то есть, она не совсем древняя. Но я ее не показываю в косметичках на неделю, потому что она такая уже у нее непрезентабельный вид, она вся разваливается. Сейчас я открою, покажу вам. Ну, и пользуюсь я ей не так часто, как, наверное, надо было. Здесь вот крышечка, здесь зеркало такое небольшое. И вот, видите, она у меня сломалась. Вот. Поэтому я ее и не показываю. Здесь у нас помады. тени румяна пудра. Вот, я надеюсь, видно. Но я сегодня тени показываю, поэтому, конечно, вот так она открывается. Ну, конечно, когда я ее только приобрела, я ей, можно так сказать, активно пользовалась. Но хочу сказать, что по качеству мне эта палетка не нравится. Тени рыхлые, знаете, начинаешь на кисточку набирать, и они чуть ли вот не кусками отваливаются. оттенки, конечно, вот разные. Можно постараться сделать макияж, но рука у меня к этой палетке не тянется. Вот так вот выглядят. Давайте я какие-нибудь сделаю, сводчи. Они слабо пигментированы, вот на пальцах они даже вот на пальцах видно. На пальцах они еще не так, вот некоторые, видите, неплохо смотрятся. Но при нанесении на веко они осыпаются, они слабо пигментированы, все это сыпется. Поэтому я этой палеткой недовольна. Пока у меня, скажем так, не было выбора, не было разнообразия теней, особо я про них ничего не знала, я, конечно, ей пользовалась. Но когда появились тени получше, то рука к этой палетке как-то перестала тянуться, поэтому я ее положила в этот контейнер, и чтобы иногда все-таки делать с ней макияжи. И последнее, что я хотела бы вам здесь показать, это тоже палетка от L'Etoile. Вот так она выглядит. Тоже покупала я ее в 2015 году. То есть это вот так она как сумочка сделана. То есть это не что-то прям древнее. Здесь большое зеркало, но оно полностью не открывается, только вот так. И хочу сказать, что здесь много оттенков, оттенки красивые, но по качеству тоже эти тени при наборе, при нанесении на веко сильно осыпаются, поэтому тоже, наверное, не очень часто у меня к ним тянется рука. и здесь такие небольшие совсем рефильчики, что на самом деле эти тени достаточно быстро заканчиваются, потому что вы начинаете наносить на кисть, они как бы немного крошатся, осыпаются, уже как бы частично средство уходит. Ну, посоветовать тоже не могу, по качеству мне все-таки что-то палетка, что это не особо нравится. Здесь вот такой ряд с помадами. Знаете, тоже поняла, что помадой мне все-таки в стиках удобнее пользоваться. И здесь вот румяна. Вот такая. Ну, может, она могла бы быть дорожным вариантом, но она такая, знаете, не очень легкая, поэтому в дорогу, мне кажется, тоже не очень удобно брать. И давайте, наверное, я первую часть буду уже заканчивать, и все остальное вам покажу в других частях. А вам всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши комментарии, за то, что вы меня смотрите, что вы со мной. Всем огромнейшее спасибо, и до следующих видео.